Братья и сестры, здравствуйте! В возродившейся Аки Птица Феникс из пепла рубрики «Иди и смотри» я дерзну предложить вам фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли, его же образ вы видите за моей спиной. Помню, когда в Украине еще управлял церковью, возглавлял предстоятелем Украинской Пресланной Церкви был блаженной памяти митрополит Владимир Сободан и праздновался какой-то юбилей почтенного старца. Он довольно уже был болен тогда, но еще в силах занимал свой высокий престол. Было много интересного материала о нем по средствам массовой информации. Уважаемый человек и прочее. И в одном из интервью он рассказывал про свое детство, про свою маму, которую он очень любил. Монахи вообще очень любят своих матерей, это, кстати, надо об этом отдельно поговорить. Это единственная женщина, которую можно любить чистой любовью. И вот он так с любовью про свою маму крестьянку говорил, она простая крестьянка украинская. И он помнит ее молитвы, как она молилась в детстве. Он был маленький, она молилась, взрослая женщина была своими словами. И там такой текст молитвы, вот он сказал, я его запомнил, и часто об этом говорю, я считаю, что это очень важный слава. Она молилась так, в частности, говорит, Господи, не лишай меня памяти, зрения и движения. Ну, он говорит, что вот уже с возрастом, сам уже ставший стариком, я понимаю, как это важно, как бы не впасть в деменцию, там, не в склероз какой-нибудь такой затяжной, не потерять память. И не обездвижиться, не лишиться возможности двигаться, это очень важно, да, и не ослепнуть, не нуждаться в поводыре, в собаке или в палочке, вот это, не простукивать дорогу перед собой. Вот я сегодня тоже это как бы вспоминаю в связи с вот этим фильмом, который хочу вам предложить, потому что старость – это вещь такая хитрая, благословенная, неожиданная. Она, как любовь, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Скрип в костях, значит, песок, который нужно подметать за собой, значит, начинаешь сыпаться потихонечку, и тут эта память, зрение, движение, она начинает потихонечку изменять тебе. Еще в памяти мышечной ты еще сильный, а уже фактически по мышечной, по мускульной силе, и там выносливсть, ты уже другой. Предлагаемый вами фильм «Отец» – это фильм, снятый с большой любовью и состраданием о немощной старости, которая забыла себя. Движение и зрение главный герой фильма не потерял, который Хопкинс играет. Он потерял память. И фильм снят как бы из черепной коробки главного героя. То есть «Мы смотрим на мир глазами очеков, павшего в деменцию». Уникальный фильм, значит. Его автор, удивительно, опять-таки, что это дебют, авторский дебют в кинематографе, молодого довольно человека, всего лишь 79-го года рождения, то есть ему сороковник с небольшим, 42, Флориан Зеллер. Он сейчас работает над фильмом «Сын». Видимо, это какая-то будет трилогия. Отец, сын, внук, может быть, или что. Хопкинс сыграл в этой роли, когда ему было уже 83 года. Он потрясающе, проникновеннейшим образом сыграл старика, будучи сам стариком. Но стариком, конечно, в полной памяти он сумел сострадательно и слезно, до костей, сыграть человека, который впал в немощь по старости и вообще ничего не понимает, что происходит в жизни. Он не узнает детей, он не знает, где он находится. Он вспоминает что-то там, и постоянно эта реальность меняется перед ним. В общем, это надо видеть, это трудно пересказывать. Фильм был номинирован на «Оскар» сразу в шести номинаций. Получил шесть «Оскаров». И Хопкинс получил «Оскара» за главную роль. И это был первый в истории случай, когда актер в 83 года, в таком почтенном уже, смело говорим, старом возрасте, получает статуэтку. И возвращаемся к этой теме в том смысле, что фильм сострадательно учит нас смотреть на стариков другими глазами, во-первых, жалея их, а потом думать о своей старости, какая она будет. Кто из нас доживет до нее, во-первых, а кто из нас будет в этой старости нищий, ненужный, а кому придется жить в гириатрическом пансионате, а кого дети спихнут, потому что он надоест всем причудами своими, а кого, наоборот, окружат любовью, и кто будет умирать, окруженный молящимися потомками, детьми и внуками. Это все чрезвычайная важность и вещь, потому что мы в эту сторону движемся. И смотрим-то мы, как бы, значит, вот в плане милосердия, например, легче всего собрать денежку, например, на детский дом или на ребенка. Ребенок вызывает больше жалости к себе. Вот покажите больного ребенка, одинокого ребенка, и будьте уверены, что у людей содрогнется сердце, они с большим желанием отдадут что-нибудь туда, чем в другое место. А на самом деле старость требует иногда больше, ну, по крайней мере, не меньше, потому что старость, она сама по себе унижена, независимо от размера пенсии. Старость – это великое смирение, о чем многие святые, кстати, писали. Это великий труд сохранить ясность ума и возможность обслуживать себя, как бы никому не надоесть, не впасть в маразм, как бы не доставать всех своими фантазиями и причудами. И мы туда движемся, и мы как бы пытаемся молодиться, современная эпоха, она же молодится чрезвычайно, она себе делает операции, вживляет волосы, надувает губы, там что-то там себя высасывает, засасывает, там ходит в спортзалы, там на массаже, там т.т. А эта старость непобедима, она идет на тебя, как танк, и ты от нее не убежишь. Поэтому стоит подумать об этом. Это этот гениальный, страшноватый фильм, в котором совершенно мало... Там нет ни одной сцены за пределами интерьера, все сцены интерьерные, минимальное количество участвующих людей. Для развращенного глаза современного человека там нет ни одного спецэффекта, там нет никаких шурум-бурум, там нет ни секса, ни сальных шуток, там нет ничего того, к чему привык современный развращенный, отупевший зритель. Поэтому это такой профилактический фильм и в социальном плане, и в моральном плане, и даже в визуальном плане. Это диалогический, умный, сострадательный, хороший фильм на хорошей драматургической базе. Сильнейшим образом был впечатлен этим кино и настоятельно вам рекомендую его посмотреть. Независимо от того, старые у вас родители или молодые. Если старые, он поможет вам относиться к ним правильнее. Если они еще молодые, поможет приготовиться к будущей старости, которая всегда смиряет человека. Помогаю вам Бог.